Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Из меня была ханжена и мама в дальнейшем. Я вышел замуж в 30 лет. До этого возраста у меня были разные ухажёры. Они на меня ряскали, что я бездушная эгоистка, и семья, любовь и дети не для меня. Всё потому, что я встречалась с ними, но при этом их не слышала. Например, они мне рассказывали что-то важное, я такая, ага, ага, и тут же забывала. Или не обращала внимания, когда были расстроены или чем-то болеют, а все солдичило про свои цели и идеи. Но когда мама рассказала про их тяпки, она их только поддержала. То есть не только они так думают. С мужем до свадьбы у меня была просто идиллия. Он дал всё время ухаживаний. Мне ни разу грубого слова не сказал, но после свадьбы у меня такая же с ним картина, как и с моими бывшими. Он на меня постоянно орёт, когда я пришла с работы. Устала, я колготки по комнате разбросала или раковину плитую не отмыла. У меня лицо сразу становится недовольным и слышу отможество. Я хамка грубиянка. Будто бы я его таким своим видом обижал. Потом, немного отдохнув, извиняюсь и говорю, что просто неважно себя чувствую, слышу ответ. Ну и при чём тут это? У тебя это должно быть на автомате. Так же, как ты ходишь вперёд лицом, а не спиной. Так же и навыки в быту. Чувствую себя никчёмной и не заслуживающей его любви. Думаю, может быть, я сильно зациктен на своих внутренних переживаниях, потому и так получаю. Ну, лично у меня по ходу чтения вашего текста вложилось несколько иное представление. Вот. У меня вложилось представление о том, что вы не зациклены на своих переживаниях, как вы говорите. А у меня отложилось впечатление, что вы скорее как-то вот больше ну, как-то больше себя обесцениваете. Такое у меня сложилось впечатление, впечатление, если честно. То есть у меня сложилось впечатление, что у вас в целом по отношению к себе не самое лучшее мнение раз, и это является следствием того, что вы вынуждены как бы зацикливаться на своих переживаниях, потому что для вас это единственный способ как-то как-то ну, удержать или сохранить, что ли, ну, свою идентичность, может быть, сохранить своё я, если угодно. Вот. То есть это выглядит вот таким образом больше, нежели чем то, что вы на себе, как вы говорите, зациклили. вот. Я думаю, что и мужчин вы выбираете себе, скажем так, соответствующих мужчин, которые воспринимают вас несколько специфичным образом. То есть это люди, которые в вас личности не видят. Это люди, которыми у вас общего общего составляют составляет точно несколько специфичный, я бы сказал контент. Вот. Ну, опять же, это так, как мне видится, видится. Вот. Понятно. Понятно, что я могу ошибаться в данном случае и понятно, что могу чего-то не видеть и чего-то не понимать в данном случае. Это само собой разумеется. Итак. Вы пишите, из меня плохая жена и мама. Это обесценивающая тенденция. требование к себе, которым вы не соответствуете. которые у вас возникают по отношению к себе. Скажем так, ну, может быть, чувство вины, да, что-то такое. И вам, ваши мужчины, ваши партнеры это на мой взгляд неплохо так отзеркаливают. Вот. то есть грубость грубость ваших мужчин вот это ваша собственная грубость, которая проецирована на них, вот, ну, которую вы себе, вероятно, подавляете, не умеете с ней обращаться, не умеете ее выражать и таким образом она вот проявляется. я выслужил вам из 30 лет впечатляю я что у вас общего с мужем? До этого возраста у меня были разные ухажеры, вот именно, это ключевое слово ухажеры то есть не партнеры не люди которыми вы скажем так выстраивали какие-то выстраивали какие-то отношения, а именно ухажеры то есть те, кто за за вами ухаживали те, кто пытались пытались вас завоевать вот а когда когда человек завоевывает когда ухаживает то это довольно таки такое вот специфическое отношение специфическое я бы сказал поведение вот дальше они на меня рябкали что я бездушно эгоистка и семья любовь и дети не для меня но это непринятие непринятие вас то есть они вас не принимали а непринятие вас главное в общем в целом в том что вы не принимаете себя вот ну вы может быть эгоистка вот и может быть у вас эээ есть какие-то ваши цели какие-то ваши ээээ задачи вот то ну то к чему вы стремитесь то чего вы хотели бы и так далее и так далее вот то есть это на мой взгляд абсолютно нормально абсолютно нормальная история вот ну другой вопрос другой вопрос заключается в том как вы ну сами к этому относитесь да и ээээ как вы сами себя воспринимаете это вот куда более интересно чем ээээ то что на вас рябку и так далее вот вот и не видите ли вы допустим в партнёре потребность поддержки ээээ все потому что я встречалась с ними но при этом их не слышала например они не рассказывали ситуации я такого ага-ага я тоже забывала или не обращала внимание когда были расстроены или чем заболели это все отличило про свои целые идеи ну здесь возникает вопрос Зачем ли вы тогда, в общем-то, с ними встречались, да, как бы? Вот, ну то есть, если вы их не слышали, если они вам были не интересны, ну, люди эти, я имею ввиду. Для чего же вы тогда, получается, с ними взялись, ну, с ними взялись? Зачем? Наверное, ну, опять же, для чего-то вы же с ними, получается, встречались, да, для чего-то. Вот, ну вот и ключевой момент заключается в том, а зачем? Были ли вам интересны эти люди? Вот. Если были, то как проявлялся ваш интерес к ним? Если вы встречались с теми, кто вам особенно не был интересен, да, на мой взгляд, пока все указывает на то, что вам, вам как раз-таки вот не особо, ну, не особо, да, они были интересны. Вот. Ну, это уже вопрос, касающийся именно, именно организации ваших отношений. Вот. Сейчас это вопрос, касающийся того, как вы организовываете свои отношения с мужчинами. Вот. На каких, ну, на каких основаниях, например. Вот. Что общего между вами, например, и мужчинами, да? Вот. И так далее. То есть вот это все, ну, довольно-таки важный момент, на который нужно обратить вам свое внимание. Как мне кажется, по крайней мере, с точки зрения психологии. Дальше. Вот вы пишите, что толбичили про свои цели идеи, а что это за цели идеи? Делали ли вы с ними что-то еще, помимо того, что про них толбичило? Когда мама рассказала про их тявканье, она их вдруг поддержала. То есть не только они так думают. Ну, вот вы называете тявканьем. Их, значит, какие-то претензии тоже свидетельствуют о том, что вы обесцениваете, как бы их обесцениваете, этих людей. Вот. Дальше. С мужем до свадьбы у меня была просто идиллия, он за время ухаживания ни разу глубого слова не сказал, но после свадьбы у меня с ним такая же картина, что и с нами бывшими. Я не думаю, что делал в свадьбе, я думаю, что делал в отношении и в том, как вы себя приборносите. Дальше он на меня постоянно орет, когда я пришел с работы усталая, колготки по комнате разбращала или раковину против меня отмыла, у меня сразу лицо становится всегда недовольным. Да, а что это за чувство? Вот. Что у вас лицо становится недовольным? Что это за эмоции? Вот вы сейчас можете, что я хамка, грубянка, будто бы я его таким своим видом обижал. Но люди реагируют на проявления чувств других людей, это правда. Только реакция эта обусловлена в том числе размытостью личных границ. Поэтому если муж реагирует так, то, скорее всего, у вас есть проблемы с личными границами. Это значит, что вы тоже устраиваете отношения с теми, у кого размыты личные границы. Вот. И размыты они у вас тоже. Потом немного отдохнув извиняете и говорите, что просто неважно себя чувствуете. То есть вы чувствуете вину, начинаете образовываться в ответ, получаете злость. Это нормально. Причем тут это значит и так далее. Чувствуете себя ничемное, не заслуживающее его любви. Это то, что вы думаете о себе сами, это то, как вы относитесь к себе сами, только лично в контексте другого человека. То есть быть на другом человеке при взаимодействии с другим человеком. Вам это более наглядно. Но это то, что присутствует всегда у вас. Думаю, может быть я сильно зацикленно на своих внутренних проживаниях, поэтому так получается. А вот скажите, пожалуйста, что именно так получается? Вот так получается, что именно? Что конкретно так получается? Давайте как-то вот тоже постараемся на этот момент рассмотреть поподробнее. Потому что надо бы конкретизировать здесь. Что вы имеете в виду, что вы имеете в виду, да, конкретно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.